Привет ребят, с вами мистер Ванька, сегодня я планировал выложить совсем другой видеоролик, но мои планы поменялись в связи с тем, что я узнал, что у нас вообще происходит в игре, я не мог не пропустить этот замечательный момент, конечно же высказать свою точку зрения по всему этому делу. Ну и если вчера у нас были одни интересные новости, то сегодня к этим одним интересным новостям появились еще больше много интересных новостей. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что у нас вообще в игре сделали наши любимейшие разработчики, да, именно разработчики в моей любимой суперской нагибаторской игре. Вчера у нас вышел дисконт уикенд, я честно говоря изначально, когда пробежался по нему, не заметил самые важные и интересные моменты, но сегодня я хотел бы обратить на них внимание и в очередной раз высказать свой фу и возможно немножечко погореть, хотя скорее всего я сдержу конечно свои эмоции, но это конечно просто жесть. Что я увидел вчера после того, как мне акцентировали пару-тройку моментов на стриме ребята, которые приходят и смотрят, то я конечно немножко прозрел. Когда я увидел о том, что разработчики пишут что-то вроде того, что последние выходные прошли не очень гладко, нам очень жалко, что это все так произошло. И поэтому мы продлеваем супер ранний замечательный доступ к хопперу. Меня просто порвало, меня просто порвало. То есть у вас были на протяжении двух, может даже трех выходных, да, то есть я имею ввиду именно суббота и воскресенье, недель, да, были лаги. Многие вообще не могли запикиваться в бои, у них не получалось прогружаться туда, они теряли свои премки, теряли свое лишнее время и за это они не получили ничего, просто ничего. То есть багало, лагало, панели не появлялись, ничего не появлялось. Нам очень жалко, мы продлеваем спецпредложение за донат. Ну что это такое, ну это позорище, просто позорище. Я бы мог бы высказаться немножко другими словами, но это было бы уже не культурные слова и... Ну было, ну это просто жесть. Это, это, это я когда вот на вот это вот акцентировал свое внимание, вот это вот прочитал. Я просто подумал, да ну его нафиг, вы что, вообще... Челы тратят свои премки. Вы пишете о том, что у вас есть технические неполадки на выходных и при этом не даете ничего. Ну дайте вы премку игрокам, которые покупают ее. Вы же сами понимаете, что после этого они скажут вам, да пошли вы все. И не будут больше донатить вам эту игру. Почему вы настолько тупые? Почему нельзя додуматься до того, что если уж ты хочешь еще и на этом заработать, ну так ты дай взамен хотя бы что-то. Почему логика, я не знаю кого. Дальше проходимся по данному замечательному дисконт уикенду. Тут скидки и все это такое, двойные фанды, шманды. Вот этот момент меня просто убил, друзья. Этот момент меня просто убил. И сейчас я еще один момент вам прочитаю. Для начала, чтобы акцентировать внимание на спецмиссиях. Я вам читаю такой момент. Ультра контейнеры можно получить сейчас за миссии. За миссии можно получить два ультра контейнера. За миссии. Чтобы вы понимали, два ультра контейнера это 99% чтобы вам выпадает два белых. Мне в последние разы с 25 контейнеров 23 упало белых. С 25, 23 белых. Ну, чтобы вы просто понимали. И шанс, что вам выпадет с этих двух ультра контейнеров что-то нормальное. Ну, там если не 1%, то 2%. Максимум 3. Вы делаете специальную одну миссию. А в чем проблема сделать больше? В чем? Вот в чем проблема сделать их больше? Почему на выходные делается одна миссия? Такого еще не было. Вы делали даже миссии, которые там шляповые, там нарку дают, еще что-то дают. Ни о чем, какую-то хрень дают. Но их было больше. Почему нельзя сделать там на простые контейнеры, на coinbox, на еще что-то. До этого можно было, сейчас нельзя? В чем проблема? Я не вижу проблемы. Но одна миссия с 20к очками, это провал. Кто бы мне что ни сказал, но это провал. Это реально провал. Сделать одну миссию, это смешно даже. Это не то, что провал, это смешно. Я, короче, вчера прозрел, офигел и понял, что такой дичи я еще не видел. Не, я, конечно, много чего видел, но такого не видел. Такого я еще не видел. Поэтому думайте, что хотите, друзья. Ну и сегодня, ко всему прочему, у нас еще и вышло суперское обновление на момент выхода дисконт-викенда. Я еще не заходил в игру, я не знаю, может там опять лагает, опять панели не показываются. Но появилась одна суперская темочка. Это то, что теперь в матчмейкинг, как вы видите, пикнуть можно только быстрый бой. Все, больше ничего пикнуть нельзя. Любую другую вы жмете. Вас кидает на чмо 5. Хотите играть? Идите на чмо 5. Поэтому, друзья, все ближе и ближе переход на лучшую версию игры, которая до сих пор не доработана. До сих пор на ней куча всяких багов, всяких непонятных движений, которые мне, честно говоря, не нравятся. И я до сих пор не готов туда переходить. Поэтому буду играть быстрый бой. Буду играть быстрый бой. А возможно вообще не буду играть в матчмейкинг замечательный. И добью вот этот замечательный последний челлендж на дисконт в уикенде. И все, и забью на этот матчмейкинг. Все-таки для меня сейчас в приоритете все равно турнир. И акцентировать особо внимание на этом всем не хочу. Ну а вам, наверное, советую просто так же потихо и, может быть, просто забивать на матчмейкинг. А может и, в принципе, переосмыслить. За что вы любите эту игру? За что... Ну вообще, что вам в ней нравится? И что вы думаете вообще по этому поводу? Напишите в комментариях. Я, наверное, больше ничего добавлять не буду. Я в очередной раз на негативе. В очередной раз я поражаюсь тупизму, дебилизму. От разработчиков игры, которые просто-напросто убивают ту мою любимую игру, в которую я привык играть. И которая мне до сих пор приносит какие-то положительные эмоции. Но то, что они делают, это полнейший провал. То есть, ну вот, кроме провала, я ничего не могу сказать. То есть, ну... Мне обидно. Такой вот видеоролик получился, друзья. Как я уже сказал, он неожиданный. Если понравился, поддержите. Распространите. Пускай увидят. Возможно, до кого-то это дойдет. Я был бы очень вам благодарен. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok